Алиса, поставь музыку для дрочки. Включаю подборку музыка для дрочки. Ой. Пацаны, первые 300 комментариев я отлайкаю, поэтому оставляйте комментарии. Йоу, друзья, с вами я, PandaFX, и есть традиция на моём канале раз в год делать свиданку с Алисой и записывать с ней драфт. Сегодня я в образе мистера оранжевого, оцените мой лук от 1 до 10. Ну и, собственно, Алиса, поздоровайся с моими зрителями. Так ведь здоровались уже. В общем-то, давайте вместе с вами сейчас зайдём в драфтец и посмотрим, что же Алиса сможет нам собрать. Давайте. Можете на меня рассчитывать. У вас тоже такая проблема, да? Каждый вход в FIFA это загрузка каких-то обновлений. Каждый раз, когда я захожу в FIFA, одна и та же срань. Я, если честно сказать, не очень люблю режим драфт, скажу даже больше. Я ненавижу этот режим, я не люблю в него играть, я не люблю его смотреть. Мне кажется, что это самая скучная срань, которая может быть вообще в FIFA. Играть арендованным составом ради каких-то призрачных паков. Да, есть, конечно, исключение. Вон, Ромаро из проёбанного драфта упала икона. Но вы понимаете, что это шанс один на миллиард. Возможно, этот режим можно было как-то улучшить, но прогресса нет с 16 фифы. Всё на одном и том же уровне. Вы тупо собираете состав, играете там 5 раундов и в конце вам падает полная срань. Поэтому крайне эскетически я отношусь к тому, что записывать данный видеоролик. Но так как у меня есть Алиса, надеюсь, с ней будет веселей. Ой. Тебе не больно? Первый раз всегда больно. Понимаю. Ну и, конечно же, ребята, перед тем, как стартануть, напомню, своих спонсоров. Компания Onyx. Там всегда найдёте множество спортивных дисциплин, футбол, UFC, киберфутбол. Всё, что душе угодно. Высочайшие коэффициенты и моментальные выплаты. Ссылочка будет где? Закреплённый комментарий. Или же используйте мой классный QR-код. Ну и, конечно же, если вам нужны монеточки, ссылочка будет в описании. Там мой личный сайт с продажей монет. Алиса, выбери мне, пожалуйста, схему от 1 до 5. 3. Моё счастливое число. Блядь, ну ты издеваешься. Спасибо, Алиса. Ты выбрала мне лучшую схему. 3-4-3. Класс. Выбери число от 1 до 5. Число 5. Блядь, какая я сраняя Луис Альберта. Там был моне. Кстати, интересный факт. Это мой самый первый драфт FIFA 21. Что ещё раз подкрепляет мнение о том, что это самый неинтересный для меня режим. Число 4. Выпало число 3. Классно, Милен. 4. Четвёрочка тоже пойдёт, но хотелось, конечно же, двоечку. Тут Неймар классно. 1. Фернандиньо, окей. Выпало число 1. Донг. Да, полный Донг у нас, конечно, собирается. 5. Стяга Сильва. Ладно. У нас есть сыгранность, ребята. Первая зелёная линка. Отлично. Так, позиция голкипера. Она очень важна. Нам нужен какой-нибудь бразилийц или из АПЛ. Так, ну здесь Дехея или Лорис. Алиса, постарайся сейчас. От 1 до 5 число. Выпало число 1. Вот тут нам Аллан идеально подходит. Алиса, выбери число от 1 до 5. 2. Бля, скиракитищ. Выпало число 5. Гросицкий. Еее. Это то, что нам нужно было. Кстати, он УЗПЛ. Даёт линк моне. 1. Виска. Прекрасно. Ну и давайте вот тут равномерно распределим. Замену я выберу сам, а резерв я предоставлю Алисе. Выпало число 1. Санчос, окей. Блядь, вот сейчас реально постарайся. Тут у нас есть шанс взять Лео Мэйси. Ты понимаешь, о чём я говорю? Я обещаю, что постараюсь. Число от 1 до 5. Выпало число 2. Число 3. Пабло Сарабио. Самый лучший футболист в истории человечества. Алиса, выбери число от 1 до 5. Число 2. Хорош. Молодец. Адама Траоре. Он, возможно, мне поможет. Хоть как-то в этой сложной истории. Так. Замены я сам собираю. Тут я уже на свой вкус и цвет, как говорится. Так. Хорошо. Тут я возьму, пожалуй, Телеша возьму. Телеш мне неплохо подходит подлинки. Я думаю, вот так вот сделаю. И сразу плюс миллиард сыгранности. Так. Вот здесь прикольные карточки попадали. ЛЧ Салаху. ЛКом. Сейчас из этого говна конфеточку сделаем. Паша Недвит или Канте. О, вот это сложный выбор. Ребята, это очень сложно. Знаете, я все-таки Канте возьму. Нди-ди. 84. В общем, тупо апеллочка у меня получается, судя по всему. Так. Что по итогу мы имеем? Рейтинг 85. Сыграно с 96. И какая-никакая играбельная команда. Единственная проблема. У меня вообще нет суперсабов. Ну, разве что какой-нибудь виска может выйти. Ну, и в качестве тренера возьмем Диего Армандо Марадону. Как ты думаешь, я выиграю этот драфт? Надеюсь, нет. Мне кажется, с такой схемой у меня вообще мало шансов даже пройти первого соперника. А вот и наш первый соперник. Баппе, две легенды, Решвард ЛЧ. Объясните вот вообще мне, вот человеку, который не понимает суть данного режима, в чем вообще прикол. Кто-то может сказать, типа, мол, затестить там какую-то карточку, которой ты не можешь поиграть. Но тут карточки падают рандомно. И не факт, что та карта, за которую вы хотите поиграть, выпадет вам с первого раза. И, возможно, вы потратите миллион попыток на это. Кто-то скажет, что получить какие-то классные награды. Но, как мне кажется, в 9 из 10 случаев вам падает полная срань. Да что здесь происходит? Почему все переворачиваются? Так, а что с пингом или с откликом? Почему он как-то в болоте каком-то тусусь? Так, Тедиш подает это очень плохо, потому что он центральным защитником является. Салах! Хорош, мо Салах! Вот это он положил. Ну и так вот, ребята, попробуйте меня переубедить в том, что драфт это интересный режим. Вот на что вам интересно смотреть? Как мне кажется, прикольнее собрать какой-нибудь разумный тематический сквад и играть им, нежели вот в полной солянке вот так вот играть. Ну, Салах делает дубль, отличная карточка, я прошу заметить. И, естественно, я вам рекомендую ее покупать. И первый соперник левает. Алиса, я прошел первый этап, поздравь меня. Поздравляю, вы умничка. Хорош. Но ты сказал, что... Чем сегодня будете заниматься? Ой, тебе лучше не знать, чем я буду заниматься сегодня. Говорите, а то обижусь. Ебли, жестко я буду заниматься. Я бы, может, и поддержала этот разговор, но не хочу. Так какого хуя ты меня спрашиваешь? Бля, какая тупая... Все, заткнись, просто заткнись. Алиса, поставь музыку для дрочки. Включаю подборку музыка для дрочки. Блядь, ну я не мог не пошутить на эту тему, сори. Так, next соперник. Вернер, Наката, Пагба, Мане. Ну, в общем, топовая ПЛ-очка. Кстати, я постыдного ничего не вижу в поступке Дзюбы, поэтому это чисто микро-рофл, не более. Ну, типа, вдруг кто подумает, что я над этим смеюсь? Нет, нихуя подобного. Каждый дрочит так, как он хочет, а то, что его видос слили, ну, это сделали какие-то нехорошие мрази. Поэтому, как бы, смысл его за это осуждать. Блядь, защита, конечно, у меня просто какой-то рофл. Тейлиш, Тяга, Сильва. Так, а дамач, Трауры. Блядь, сложно атаковать. Каждый раз понимаешь, что у тебя нет ЛЗПЗ. Пагба какой-то нереальный подкат делает тут. Ну, все, Габелла. О, как легко. Да, с такой защитой, конечно, я далеко не уеду. Бля, как назло, мне какой-то жесткий соп прям попался. Что за ебарь? Я, конечно, скучаю по временам, когда FIFA 21 только вышла, и вы любым быстрым игроком могли убежать, блядь. А сейчас это, конечно, дикая проблема. Блядь, защита просто рофл какой-то. Пиздец. Просто как от стоячих уходят. Просто кошмарище. Так, все, надо собраться, ребята. Я не подведу вас, честно. Смотрите. Бля, ну он все закрывает. Что за пиздец? Он все прям читает. Также не забывайте про мой классный промокод. Салахич, ну-ка. Да, блядь, что происходит? Столько подкатов он сделал. Так, грасицкий. Ну-ка, хорошая подача. Ну, добей! Ну, добейте, блядь, пустые ворота! Так, мне начинают гореть от этой ебаной игры, блядь. Вроде моменты создаю. А вот с реализацией, конечно, у него пиздец, блядь. Варан ебет меня в соло. Ну, ну, ну! Хорошо, 2-1. 35-ая минута. Один гол забили. Надо еще один. Все, пошла, блядь. Пошла мутная игра, блядь. Да какого... Блядь, ну ебаный киков, блядь. Ёбаный Кейков, ну так легко Просто, блядь, всю мою защиту Я, блядь, рожаю эту атаку Ебучую, блядь, иди нахуй, блядь Я вообще хуй знает, что делать Ну вот здесь вот я вижу Салаха, что дальше Дальше я иду, вижу Мане Хорошо, Мане, ладно Тихо, нытье в сторону 3-2, такое можно отыграть Соперный берет паузу, а это значит, что он занервничал Так, он делает замену, у него выходит Лео Месси, охуенно И Неймар выходит, классно Хорошо, блядь, да пас сильнее, дай, ну че так слабо Боже, ребята Давайте, вы сможете Вы сможете Блядь, кому давать, вот, давай, брат Хороший пострел 3-3 играем дальше Охуенно, блядь, Гросинский Ну ты прикалываешься, ёбаный приколист Гросинский Блядь, блядь, пожалуйста Как этот ебран, блядь, пропустил Только что в ближний Ну ёбучий лёрист Блядь, я вахую просто Так потеть, чтобы вот такое говно пропустить в конце Ну вы, блядь, серьезно? Дайте угадаю, сейчас он будет тянуть время Да, да, постой с мячом, никуда не спеши, блядь Блядь, ну, как обычно, ну посмотрите, блядь Очень обидный матч Учитывая, как все развивалось Я закомбечил, в итоге, блядь В итоге, блядь, мой голкипер Такую срань пропустил От Ванды Бика, блядь Ну вот просто неочевиднее чувака не было, блядь Блядь, ну такую хуйню, ну что это, блядь? Ну, сука, мяч прям в тебя летит Еблан, блядь Вообще, блядь, ближний угол в этой FIFA это просто срань ебучая Я проиграл, ты довольна? Нет, конечно Как бы не могли такое подумать Не пизди, блядь Ты сама сказала, что я не дойду, блядь Ну, как итог Драфт мы нихуя не окупили, к сожалению В общем-то, ребята, так же тут нафармил всякие ЛЧ-карточки Давайте их пооткрываем немного До этого я собирал около 20 штук Ноль волкаута Просто ноль Хотя при этом, когда я написал информацию о том, что мне нихера не падают в этих паков Конечно же, от моих подписчиков в телеге посыпались скрины самых лучших дропов этой вселенной У каждого второго там какой-то супер нереальный дроп Я не понимаю, ребята, как вы это делаете Ну и, кстати, между слов напомню как раз о моей телеге Ссылочка будет в описании Нет, ребята, кажется мне я передонатил в эту игру немного Потому что объяснить, что происходит с моим дропом в последнее время, это невозможно Я думаю, что вы посмотрели мой прошлый ролик со дня рождения, где я больше 50 тысяч донатил и не поймал ровным счетом ничего Хотя как все начиналось, такие покупки классные были Но теперь даже волкаутов я не вижу хоть каких-то Блядь, это уже реально не смешно Я около 30 паков собрал вот с этими ЛЧ карточками Что, блядь, не так с этими СБЧ? Я ху его знает, почему здесь нет волкаутов И почему, блядь, у вас такие скриншоты регулярно У меня просто триггерит, блядь Такие дела, ребята Если вам понравился этот видеоролик и вы хотите подобный ролик с Сири Я этого очень делать не хочу Но если вдруг наберете 20 тысяч лайков, я запишу Я просто ненавижу драфт В принципе, хейтеры Вы можете поступить по злому Типа, знаете, переиграть меня По наставе 20 тысяч лайков, я запишу подобный ролик с Сири Сири, ты готова собрать мне драфт? В общем-то, вот такой вот видеоролик получился Не могу сказать, что я дико кайфанул с него Второй матч был веселый Если бы я, конечно, не пропустил в конце пакетики хуйня В целом, я записывал это видео Потому что я посмотрел, что норм просмотры были в прошлом году Возможно, и в этом будет Я с вами откровенно честен Опять же, я не люблю этот режим Поэтому говорить вам о том, что Как охуительно интересно было, я не буду Но я понимаю, что есть люди, которым нравится этот контент Поэтому, надеюсь, хоть кто-то из вас кайфанул Такие дела С вами был я, Пандос Увидимся на днях Счастливо